Как ухаживать за мопсом в содержании в квартире? Крепко сбитые и коренастые, небольшие собачки породы мопс имеют милую складчатую мордочку и огромные вишневидные глаза. Шерстка у них обычно бежевого с черной маской окраса, реже полностью черного. Представители этой породы добрые, игривые и коммуникабельные, любители поспать. Уход за ними имеет свои нюансы, которые не останавливают как опытных, так и начинающих собаководов, чтобы завести мопсу в своей квартире. Что нужно купить для мопса? Перед тем, как привезти в свой дом забавного песика, нужно подготовить все, что необходимо для комфортной жизни мопса. Все аксессуары подразделяются на жизненно необходимые, ложка для корма, емкость для питья, лежанка, ошейник с поводком или шлейка, намордник, добрая и ласковая собака. Также потребуются второстепенные, но не менее нужные вещи, однако пользуются ими не каждый день. Расчески, и щетки, форминаторы и триммеры, когтерезки, одежда и обувь зависят от вида содержания. К сведению, миски для корма и воды должны соответствовать размерам собаки, желательно их заменять по мере роста питомца. Маленьким щенкам очень неудобно есть из высокой посуды, а постепенное увеличение высоты миски над полом необходимо для правильного развития плеч и передних лап. Подходящая миска для мопса. Приспособления для ухода за шерстью подбираются с учетом интенсивности ее роста. Ошейник для щенка должен быть мягким, тканевым или кожаным, слишком узкий или слишком широкий не подойдет. Поводок необходим крепкий, поскольку молодые собачки на этапе привыкания могут сильно тянуть его и дергать. Обратите внимание, эластичный поводок или рулетку поначалу лучше не брать, а сделать выбор в пользу крепкой кожи или стропы. Если мопсика планируется дрессировать, необходимо позаботиться и об аксессуарах для тренировок и спорта. Подготовка места для щенка. Уютное местечко для маленьких питомцев нужно подготовить за 7-10 дней до родов суки. Уголок нельзя располагать на проходном или проходном месте. Лежанку можно устроить в углу дома, защищенном от ярких лучей света. В зоомагазинах продают готовые домики, но можно сделать его самостоятельно из толстой фанеры. Главное, чтобы высота бортиков была 0,2-0,25 м, размер спального места 0,8 на 0,8 метра. Одну сторону нужно делают откидной. Важно! Домик делится на две части, одна для лежания, другая для питания, туда следует поставить миски для еды и воды. Лежанки выстилаются войлоком или плотной мягкой тканью. Обратите внимание! Некоторые хозяева приучают щенят жить в клетке, однако дверь в нее всегда должна быть открыта. Уход за щенком. Основные правила, как ухаживать за крошечным мопсом-щенком, схожи с канонами ухода за другими собаками типа брахицефалов и требуют от хозяев проявлять повышенное внимание. Животные такого типа имеют укороченные дыхательные пути, поэтому не слишком активны физически и не терпят жару. Важно! Довольно частые хрипы и одышка – повод показать мопсика ветеринару. Щенки данной породы любопытны, как и все малыши, поэтому особое внимание следует уделять безопасности животного, прикрыть острые углы. Убрать мелкие и колкие предметы, а также проводы из зоны досягаемости, нельзя оставлять ни по седу одного в комнате. Щенки мопса очень любопытны. Важно! Чтобы взять на руки щенка, одну руку следует класть под грудину, а другую под хвостик. Ни в коем случае нельзя поднимать животное за шкирку. Генетически мопсы предрасположены к ленивому образу жизни, чреватому депрессиями, меланхолией. Поэтому важным моментом правил, как ухаживать за мопсом, является достаточное количество физической нагрузки, прогулки, дважды в день. Игровые тренировки, а также правильное кормление. В противном случае собачкам грозят ожирение и проблемы с сердечно-сосудистой системой, что включает уход. Если домашним питомцем стал забавный мопс, уход и содержание в квартире этой собаки включают в себя вычесывание шерсти представители. Порода не в состоянии делать это самостоятельно, подрезку когтей, чистку глаз, одно из самых чувствительных мест мопсов, и ушей. Прогулки и купания после них. Стерилизацию или кастрацию при условии, что в планах нет желания заниматься разведением мопсов. Шерсть собаки желательно ежедневно тщательно расчесывать, особенно в периоды линьки. Это избавит квартиру от завалов шерсти плюс стимулирует ее рост. Обратите внимание, чем лучше вычесывать мопса, каждый хозяин решает сам, но специалисты рекомендуют использоваться металлическую чесалку с частыми зубчиками, а также специальное устройство, фурминатор. Обработка складок кожи, черта, придающая данным собакам особое очарование, кожаная складка на мордочке, также нуждается в тщательном уходе. После кормежки и прогулки там скапливаются грязь и бактерии, а также глазные выделения. Может начаться воспаление, сопровождаемое неприятным запахом. Два раза в неделю это место протирается ватой с детским беспиртовым лосьоном, а кожу под носом для защиты мажут оливковым маслом. Уход за глазами. Большие и выразительные глаза нуждаются в особом уходе, поскольку являются слабым местом собаки. Ежедневно их необходимо осматривать на предмет попадания инородных тел и пыли. Выделяемую слизь она нужна для защиты. По утрам снимают мокрым теплым ватным диском. Глаза следует регулярно протирать. Важно! Если выделение из глаз становится слишком обильными и появляется запах, следует обратиться к ветеринару и пересмотреть меню собаки. Уши, зубы и когти. Необходимо также осматривать ушки собаки и очищать их от серы, как правило, физраствором. А на умоксиков темнее обычного, не стоит этого пугаться. К сведению, щенкам для придания ушам правильной формы по стандарту их склеивают лейкопластырем. Обязательной уходовой процедурой является чистка зубов со специальной зубной пастой и щеткой. У ветврача. В домашних условиях достаточно салфетки и раствора соды. Когти мопсом при ежедневном выгуле подстригать не нужно, они стачиваются сами. Если собака редко гуляет на улице и ходит дома в туалет на пеленку, необходима регулярная подрезка, иначе собака может поранить себя или других, а также повредить мебель. Если пес не желает подстригать когти, необходимо позвать помощника, который будет держать питомца за холку. После процедуры нужно похвалить собачку и угостить вкусняшкой. Лучше всего приучать щенков к этой процедуре с самого детства. Выголы и одежда. Мопсам, особенно щенкам, необходимо больше гулять. Неважно, мальчик это или девочка, пару раз в день минимум по полчаса. Нельзя охлаждать или перегревать питомца, поэтому в жару или сильный холод лучше остаться дома. Для сохранения теплового баланса этой тонкошерстной собаки и защиты от простуд для них придуманы одежды разных видов и форм. Описание. Можно найти в интернете, комбинезоны, теплые курточки, попоны, шапки, футболки, платья и даже носочки и ботинки, защищающие подушечки лап. Одежда спасает мопсов от жары и холода. После прогулки питомца необходимо тщательно осмотреть на предмет повреждений глаз, укусов клещей и других насекомых. Обратите внимание, обязательный ритуал после прогулки, мытье лап специальной щеткой, а также носика и живота от пыли и грязи. Купание и вычесывание. Из-за короткой шерсти мопсам не требуется частого мытья, достаточно раз в 3-4 месяца. Купание включает ополаскивание теплой водой и очищение складки, а мытье предполагает применение спецэшампуней. К сведению, для блеска шерсти собаки ополаскивают уксусной водой. Вакцинация собаки. Здоровье мопса защищается с помощью регулярных профилактических прививок, наличие которых заносится в видпаспорт питомца. Проводить процедуру можно как в государственной, так и в приличной частной клинике, согласно плану прививок, начиная с 2,5-месячного возраста щенка. Обязательно вколоть поливалентную вакцину, которая защитит от чумы, адиновироза, лептоспироза, гепатита и энтерита. Некоторые особенности питания. Мопсы отличаются любовью к еде, обожают попрошайничать, в еде непривередливы. Есть два варианта как кормить щенка. Натуральной пищей, мясом, телятиной, говядиной, индийкой, курицей, крупами, овощами. Специи кормом, сухим или влажным. Щенкам можно давать молоко и яйца, в качестве лакомства, ягоды и фрукты. Витамины и минералы. Мопсам показаны такие витамины, как, для роста и развития при беременности. Группы для мышечной массы. Здоровье кожи. Для здоровья зубов. Ди, атрохиты и для крепости костей. Из минералов важны кальций и фосфор в нужном соотношении. Важно, недостаток витаминов приводит к различным болезням. Спокойная и дружелюбная собака Мопс проста в уходе, однако ее содержание в домашних условиях требует некоторых усилий от хозяина. Все они восполняются веселым и покладистым нравом.